Культурная среда Культурная среда Культурная среда Молодой автор, начинающий Писатель, фантаст Андрей Скоробогатов Здравствуйте Добрый вечер Сергей Иванович Вот хочется спросить Первым вас Вы, наверное, здесь из присутствующих Ближе всех Короче всех знали Бориса Натановича Ну, дело в том, что близко знать Бориса Натановича приходилось очень немногим людям, и в основном из его питерского окружения. Борис Натанович при жизни был человеком немедийным, он ни разу не приезжал на наши фестивали «Элита», он не участвовал в никаких больших конвентах, где я встречался неоднократно с тем же Аркадием Натановичем. Хотя он входил в состав жюри. Нет, тут ситуация немножко другая. У нас в состав редколлегии журнала «Уральский следопыт» входил его старший брат Аркадий Натанович Стругацкий. И когда Аркадий Натанович в 1991 году умер, то на церемонии прощания с ним я, как это может быть кощунственно, но подошел к Борису Натановичу, попросил его заменить брата на боевом посту в нашем журнале, и он согласился, сказал, что он уважает журнал «Уральский следопыт». И вот с 1991 года он, говорит, коллегии журнала «Уральский следопыт», там я тоже сейчас состою. Ну, несмотря на то, что он был закрытым журналистами, он, тем не менее, хорошо общался с теми, кто отказывался вокруг. Он отказывался от всех интервью, отказывался, в отличие от Аркадия Натановича, который был очень открытым. Но я бы сказал так, потом, когда позже, вот после смерти уже Аркадия Натановича, мне, опять же, по служебным, когда я стал завходделом журнала «Уральский следопыт» за фантастики, я ездил на ленинградские, на питерские конвенты «Интерпресскон», куда съезжались не только любители фантастики, но и книгоиздатели, писатели. И вот одной из центральных фигур этого «Интерпресскон» раз в Питере, там как раз был Борис Натанович. И Борис Натанович там ввел семинар молодых авторов. Вот на скольких «Интерпрессконах», на нескольких я был, я, естественно, там с ним общался. Общался тесно, вплотную разговаривал. И вот я могу сказать, есть разница еще некоторая в общениях с братьями Стругацкими, если Аркадий Натанович, как хороший актер, как человек, привыкший к интервью, к публичным выступлениям, пресс-конференциям, он держался, знаете, как такой аристократический лев. Это грива его, это такая вот благородная осанка, такие густые усы, все. Единственный раз в жизни я видел Аркадия Натановича растерянным, это когда мы были с ним вместе на конвенте фантастов социалистических стран под Одессой. И там на базе отдыха, где это было, после страшной грозы вырубилось все электричество, отказала насосная станция. И вот сидит Аркадий Натанович на крыльце в растерянности в такой первый раз. Я говорю, Аркадий Натанович, что случилось? Он говорит, так вот воды-то нету, как? А он в это время приехал с Еленой Ильиничной и с Ванечкой, с внуком. Вот. Я говорю, так надо в столовую пойти, ведра взять. Да ведра-то, говорит, все разобрали. Вы понимаете, он вот такой мэтр, он сидит, он не может решить простую бытовую проблему. Ну, я ему решил, тут урна стояла с вкладышем металлическим, квадратной. Я ее достал, поймал первого павлача, говорю, Аркадий Натанович, воды быстренько принеси. Принес. Ну, вода-то для туалета была, не питьевая, питьевую нам бутылку. Вот. То есть он весь такой был. А Борис... Противоположность полную своему брату. Ну, не то, что противоположность, что вы. А Борис, поскольку он общался всегда более кулуарно, он общался с друзьями, он такой проще и ироничнее. Понимаете, у него, вот я думаю, что вот юмористическая фантастика, которую написали братья Стругацкие, во многом пронизана выражениями, мыслями Бориса Натановича. Он очень ироничен, самоироничен. Он все время вот с какими-то вот шутками подшучивал. Ну, по-доброму. Никогда он, конечно, не мог оскорбить или обидеть человека. Так общаться легко было с ним. И ребята питерские, которые состояли в его семинарии, которые стали благодаря ему сейчас большими писателями. Это, естественно, в первую очередь слава Рыбаков, слава Логинов. Потом взяли под свое крыло питерцы. Ну, вот про молодых писателей мы еще поговорим. Сегодня мы связались с Петербургом, поговорили с его близкой подругой Ниной Катерли, прекрасной писательницей, фантасткой тоже. И давайте послушаем, как она вспоминает Бориса Натановича. Могу сказать, что Борис Натанович был прежде всего человеком чести. Это слово сейчас у нас как-то вышло из употребления, только в суде говорят, в суде ваша честь. А Борис Натанович, который красивых слов не любил и никогда не употреблял, особенно примитно к себе. Но для него это было, если так посмотреть со стороны, жизненным принципом. Он был действительно человеком чести, человеком долга, человеком высочайшей нравственности и порядочности. Я не думаю, что на его совести за всю его жизнь есть хоть одно крохочное пятнышко. Он всегда поступал по совести, не делая из этого, говорится, в себе рекламы. Вообще никакой рекламы он не любил. Говорить о себе не любил, он был человеком закрытым. И даже на вопрос о его здоровье, последние годы он серьезно болел, он никогда не отвечал подробно, а всегда говорил, если вы спросите, как он себя чувствует, он отвечал удовлетворительно. А в последнее время он давал интервью всем желающим, только по интернету. Он лично и любил, редко очень кому разрешал к себе приходить. А через интернет он всегда отвечал на вопросы интервьюеров, а также за вопросом многочисленных своих читателей и просто поклонников, и просто людей, которые его писали не только со всех концов нашей страны, но опять-таки со всего мира. Вот со всего мира писали, рассказывает Нина Катерли. А нам здесь зритель Алексей Габдрахманов пишет, после смерти Рея Брэдбери фантастов на планете не осталось. Ну, действительно, не так давно, незадолго. Да. Можно сравнить вообще вот этих двух фантастов? Были ли Стругацкие в мировом понимании такими культовыми писателями, как у нас? Для нас это, безусловно, ну вот, глыба, классика и так далее. А вот в... Это очень интересно, об этом рассказывали те гости, которые у нас были на «Элите». Давайте вы... Да, забылся. А вот насчет этого очень любопытно рассказывали те гости, которые у нас были на «Элите». Я имею в виду иностранные писатели, американские, прежде всего. Дело в том, что американская фантастика, она весьма закрытая. Они очень неохотно принимают других авторов. Американские издатели не любят заниматься переводом. То есть это во многом вызвано, ну, наверное, тем, что она, американская фантастика, самодостаточна. Там очень много авторов. Это, ну, наверное, одна из ведущих фантастик в мире. Собственно говоря, три страны. То есть Брэнбери, Шекли и так далее, они просто не пускали к себе? Нет, это не из-за писателей, это из-за издателей, прежде всего. Достаточно американских авторов. Зачем тратиться на переводы? И как вот говорил Фостер, Аллан Дин Фостер, который был у нас в 2006 году на «Элите», он сказал, что любой американский издатель предпочтет американского автора, чем зарубежного. Во-первых, как я уже сказал, это требуется делать перевод. И самое главное, что, ну, видимо, вот им хватает. И Стругацких у них переводили. У них переводили Стругацких, наверное, единственных наших фантастов, которых переводили в Америке достаточно. Но во многом из-за того, что у Стругацких был в советское время такой, ну, флёр, как бы, противников системы. Хотя я считаю, что это совершенно не так, потому что они прекрасно издавались. И я вот забыл, и от кого-то я слышал, что во многом это они пускали как пиар-ход. Сами себя подавали, это помогало и привлекало внимание к ним. Потому что если мы посмотрим, вроде гонимые-гонимые, как бы авторы, иной раз так слышишь в советское время, посмотреть, масса книг выходила. Масса выходила книг, поэтому... Понятно. Дмитрий Медведев, наш премьер-министр, в своём твиттере назвал потерю невосполнимой. Действительно, не на кого оставить фантастику. Нет какого-то преемственности поколения. Нет подрастающей плеяды. Видите, я считаю, что тут немножко вопрос не в том, что нет таких же авторов. А понимаете, когда есть такие фигуры, как Стругацкие, ну, вот Аркадий ушёл, Борис оставался. Это вот была личность, которая в нашем поле фантастики, ну, вот над красной чертой, это своего рода такой живой бог был, который выступал каким-то, ну, я не знаю, негласным судьёй, что ли, всей ситуации в нашей фантастике. И, понимаете, было на кого равняться. Это была такая личность легендарная, живая легенда. Вот сейчас живых легенд, конечно, не осталось. В этом смысле фантастика наша... Андрей, ну, вот вы на кого равняетесь? Вот вы молодой писатель, молодой фантаст. Ну, сложно сказать, на кого я равняюсь конкретно из российских писателей. И вообще, ну, говоря о Борисе Натановиче, то есть, действительно, мы потеряли, помимо того, что великого писателя и, как бы, фигуру, которая обвиняла весь российский фэндом, мы потеряли также редактора вот одного из немногих журналов фантастики. Где давали дорогу молодым. Где, да, где давали дорогу молодым. И одного из немногих гонорарных журналов вообще у нас вот российской. А, то есть, здесь еще и платили за, ну, публикации. Да, то есть, вот у меня, собственно, была одна из первых, по-моему, третья публикация бумажная вот именно в этом журнале. И, собственно, то есть, сейчас нет, вот закрылся еще один журнал, такой же журнал «Если», который, вот их, собственно, было два журнала в России, которые опубликовали только фантастику профильных журналов. И сейчас тоже под вопросом судьба Полдня, потому что... Но Полдин держался на свидетельстве Стругацкого. Да, он держался на свидетельстве Стругацкого, и сложно сказать, вот что... То есть, я сейчас читал так комментарии людей, которые причастны, там, Николай Романецкий, Дон Перушин, пока ничего, они не говорят про судьбу журналов. На самом деле, знаете, так, как во многих случаях, там ситуация сложная с полднем, потому что Стругацкий... Да, да. Как во многих случаях, ситуация с полднем достаточно сложная и непростая, она такая, ну, скажем так, и интрижная во многом. Стругацкий был, как бы, главным редактором, и он, вроде бы, утверждал, но... Не вроде бы, мы, на самом деле, также созвонились с Николаем Романецким, который обещает, что журнал «Полдень 21-го» будет выходить и дальше. Ну, нет, понятно, что... Он уверяет, что существует миф, как будто бы Стругацкий был таким свадебным генералом, и на самом деле не читал все вот эти... Нет, вот он читал... Он читал все, он говорит, абсолютно все, что выходило в журнале, он читал до сих пор. Но вещи, которые иной раз он давал добро, так и не выходили. Потому что, кроме него, там есть прослойка людей, которые все равно вот интриговали, фильтровали свои какие-то интересы. Ну, это обычная история, когда складывается какой-то достаточно большой коллектив разноплановых людей. Увы, это просто, может быть, вот об этом не принято так говорить, но это правда, это почти везде существует. Так что следопытий нету сейчас, потому что там... Ну, вот один я занимаюсь разделом фантастики, и некому интриговать просто-напросто. А когда куча народа... Да, да, да. Можно я чуточку скажу насчет невосполнимой утраты? Я понимаю, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но многие все-таки перегибают палку, в том числе и Дмитрий Анатольевич Медведев, когда говорит о том, что фантастика понесла невосполнимую трату. Многие пишут в интернете, что ушел последний титан российской фантастики. Ну, если считать титаном писателя под именем «Братья Стругацкие», то титан ушел еще в 91-м году. Поскольку после смерти Аркадия Натановича Борис Натанович под псевдонимом «Святицкий» выпустил только два романа всего лишь. Это не потому, что он не умел писать, у него просто были другие заботы, но самое главное, что он лишился, не то бы, как это сказать, стимула. Вот в древнем значении что такое стимул? Это заостренная палочка, которой погонщики погоняли с коту. Иди, вот это вот называлось стимулировать. Аркадий Натанович рассказывал, как они писали вместе, ведь они же писали как. Стимулом был Аркадий Натанович. Он его буквально подталкивал, заставлял младшего брата. Но генератором идеи был Борис Натанович. Как мне рассказывал Аркадий Натанович, мы, говорят, чаще всего встречались у кого-то на квартире. Ну что, ну, чаще всего, если он в Москву, Борис Натанович приезжал всего пару раз. В основном Аркадий ездил к нему туда, в Питер. И там, говорит, Борис ложился на диван, а я садился за пишущую машинку. Но вот не стало Аркадий Натанович. Некому стало подталкивать Бориса Натановича, но он создал-то ведь тоже хорошие вещи. И вот самое начало... Но они не стали всё-таки такими культовыми? Философскими культами они не стали, конечно. Потому что, ну, мало кто знал ещё, что это, кто такой Витицкий и всё такое прочее. Вот. Но я хочу сказать насчёт всё-таки того, что вот Титан кончился, когда вот в этом двуглавом Орле отмерла одна половина. Вторая не была уже настолько Титаном. Теперь по поводу, значит, невосполнимой утраты. Ну, я понимаю, что любой человек, смерть любого человека невосполнима, потому что другого такого уже не будет. Но ведь есть люди, которым можно поставить на одну доску со Стругацкими и даже в наше время. Не будем говорить про американскую фантастику. Вот у нас сидит живой, популярный писатель-фантаст. Это же близко, нет? После Стругацких это, наверное, уже четвёртое поколение, Наташа, да? Наверное, да. Вот. Потому что одновременно со Стругацким... Я вам хочу напомнить такое имя, как Владислав Крапивин, который издаётся тоже во многих странах, и в том числе и в Америке, между прочим, в Соединённых Штатах. Но у него, конечно, своя ниша, у него детская литература. Но когда Аркадий Натанович приезжал на наши элиты, он держал себя с Владиславом Петровичем Крапивиным как с равным. У них и разница в возрасте не очень большая. И вот эти вот титаны, которые вслед за Стругацкими пришли в литературу буквально с разрывом в несколько лет, даже не следующее поколение, это как младшие братья. Наталья, а что за скромность? Почему вы свои книги не можете поставить на ту же полку, ну вот где-то рядышком? С Стругацкими? Нет, 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 нет. Нет, Иль, я думаю, что никогда, потому что для меня это титан, для меня это фигура равной, которой я в своей жизни не ожидаю увидеть в нашей фантастике. Наверное, даже для соавтора Бориса Натановича Славы Рыбакова тоже титаном. А вот знаете, проект существовал «Время учеников», когда писатели фантасты продолжали, развивали как-то темы, поднятые в книгу. Мне так не нравится. Дело, конечно, хозяйское, но я считаю, что не надо было этого делать. Вы бы не хотели стать автором Стругацких? Нет, 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 ни за что. Я как-то проект тоже вызывал. Потому что, ну да, возможно, я как бы немножечко обожествляю братьев Стругацких, братьев, именно тандем. Возможно, но тем не менее лезть на тот же пьедестал, хотя бы даже с краешку, я считаю, что это неправильно. Создавайте свой и лезьте на него. Для вас есть достойные авторы, которых, ну вот, интересно читать, может быть, можно равняться после Стругацких? Среди непишущих? Генри Лайон Олди, например, украинский тандем авторов. Вот из российских, из русско-пишущих. Из русско-пишущих, да. Нет, Диченки нет. У них слишком много справедливости в книгах, на мой взгляд. У нас зрители подключились к обсуждению, называют имена Лукьяненко, ученик Стругацких, между прочим, да? Ну, он не совсем ученик. Так, наверное, не стоит. Он больше ученика Эрили. Дивов, Громов, Диченки, о которых вы говорите. Это... Вадим Бануков, Лазарчук. Это Московская. Ну, это вот... Так, это надежда нашей фантастики, это достойные представители фантастики. У нас звонок в студии, давайте мы поздороваемся. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, только что услышала, что у нас по массе писателей, которых можно поставить на одну доску с Стругацкими. Вам вообще не стыдно такое говорить? Дивов, Лукьяненко, они безусспорно, безусловно, хороши. Но чтобы на одну доску... Может быть, мы еще Пускиных новых найдем и на одну доску поставим. То есть после Стругацких рядом со Стругацкими никого и быть не должно и не может быть? Поймите, есть такая вещь, как классика. Они классики нашей отечественной фантастики. Есть другие, но они не настолько классики, если так можно сказать. Есть седевры, а есть просто хорошее произведение. Тут, наверное, надо было бы сказать, что неправильно говорить, ставить на одну полку в каком смысле? В смысле классикасти, так вот, позволю себе сказать. Ну, наверное, нельзя ставить, потому что действительно это мэтро и все прочее. А по качеству текстов я думаю... А что за подход такой? Можно я отвечу? Ну, конечно, не Громов. Если еще слышат нас. Дело в том, что вот это вот словосочетание поставить на одну доску употребил я в отношении Крапивина Владислава Петровича. Но вовсе не Лукьяненко, Дивова, тем более... Да другое поколение, следующее поколение. Относятся к третьему уже поколению после Стругацких, являются их, может быть, даже частично учениками, ну, естественно. А вот Крапивина, вы считаете классиком? Абсолютно. Алло. Звонок у нас ушел уже. Его уже в школе преподают, Крапивина. Это тоже живой классик. Или у нас классиками могут быть только неживые? А что вообще за подход? Разве книжка должна оцениваться, ну, не потому, интересно ее читать или неинтересно? Ну, вот цепляет она за живое, не знаю, затрагивает ли она те самые струны или не затрагивает? Миллионам интересно читать Донцову. Заставляет ли книга думать? Заставляет ли книга думать? Вот что важно. Книги Стругацких все заставляют думать. Книга должна на подсознании еще действовать. То есть что-то вот, что в душе всколыхнулось. Про экранизации Стругацких хотелось, ну, вот вскользь. Больная тема. Нет ни одной достойной экранизации, вот по вашему мнению, ни одного произведения Стругацких? На мой взгляд, нет. Потому что, видимо, текст Стругацких имеет такое качество, что его надо читать глазами. Его очень сложно передать, как видеоряд. Вот я не могу даже это до конца сформулировать, но смотрел «Обитаемый остров», например. В принципе, сам Борис Натанович одобрил картину. Он одобрил первую часть и сказку, вторую часть. В принципе, ведь сделано все один в один практически. Ну, там ничего не переиначено. Они смотрятся совершенно. Остадочек остается. А сталкером... Ну, вы бы что-то хотели снять вот из Стругацких? Увидеть в виде кинофильма? Наверное, из-за того, что все хотят увидеть рекомендации. Ну что, в первую очередь, вот вы срочно экранизировать, что, какое произведение? Ну... Или ваша любимая книга? Ну, вот... Сталкер — это Тарковский. Ну, там Тарковский, а не Стругацкий. Я думаю, дай бог здоровья Алексею Герману, кинорежиссеру из Питера, который сегодня, как сообщили в интернете, попал в реанимацию, узнав о смерти своего близкого друга Бориса Натановича. Вот. Он много лет уже пытается закончить фильм «Трудно быть богом». Зная стилистику Алексея Германа, я думаю, что... Ну, это мой друг... Слушайте, ну это такой долгострой. Фильм снимается уже лет 10. Да, очень хорошо. Ну, вот дай бог здоровья Герману, чтобы он доснял этот фильм. Вот тогда, я думаю, многие почитатели Стругацких, может быть, вот согласятся с тем, что это лучшая экранизация. Ну, я бы могу только предположить это, потому что никто еще не... Ну, конечно, это можно будет сказать, только увидев фильм. Зритель написал в замечательном комментарии. Книжка не должна на полке стоять. Вот у нас тут разгорелся такой спор вокруг фразы, кого поставить рядом на одну полку. Книжку читать надо. Вот кого читают сегодня люди, кого читают наши горожане Екатеринбургцы? Лена Костырева спросила об этом людей на улицах. Что ответили люди? Давайте мы сейчас узнаем, посмотрим опрос. Самые известные в России авторы-фантасты – это братья Стругацкие. В одном из своих произведений они сказали, нет ничего такого, что нельзя было бы изменить. Каких еще авторов фантастики знают наши горожане и что из них они могут процитировать? Я, например, помню, что в этой бере придумал наушники и капельки, и сейчас появились вакуумные. Толки у Пьяненко Стругацкие. У Стругацкие мне нравятся больше, чем у Пьяненко. Айзек, Казимов, основание, серия целая. Стругацкие. Ну так, я не сильно хорошо Стругацкие знаю. Да много всего так вот, если подумать. Ну, во-первых, естественно, это братья Стругацкие. Их потрясающий журнал, который они долго издавали, 20-й день, полдень. Ну, «Пикник на обочине». Естественно, Кир Булычев, всем известные детские сказки фантастические про Алису. Ну, я уже не говорю о Жюль Верниево, все перечитали. Ну, Гарри Поттер, например. Йонг Голпер. Собственно, там законы эти сформулированы так, чтобы обезопасить человечество от роботов. Но они сформулированы на естественном языке и очень расплывчат, они четко. И все те трудности, которые Азимов придумал для роботов того времени, ну, вторая половина прошлого века, прошлого тысячелетия, современные роботы уже спокойно обходят. Но для молодого поколения, наверное, кроме Гарри Поттера и Хоббитов, однозначно героев фантастики других не существует. Фантастика потеряла молодого читателя? Ну, наверное, она не потеряла. Просто, видите, сейчас слишком стратифицировались, так скажем, разделились интересы. Классно, микрофон. Но кто-то, тем не менее, читает. Потому что вот мы при Аэлите давно уже занимаемся работой с молодыми авторами. Собственно, вот сборники делаем. И молодые ведь авторы. Вот я, например, наблюдаю этот процесс с 2004 года. Да ведь молодые авторы, они тоже пишут вот в этой сказочной фантастике, где нет? Нет, ну, фантастика очень разная. И дело... Наталья, ну вот вы про что пишете? Чуточку, чуточку я просто борю. Напомню, что из семинаров Аэлиты выросли как раз и Лукьяненко, и Громов. Ваша фантастика, она о чём? Ну, это научная, историческая фантастика. Разная. Вот это вот про самолёты и вертолёты, а вот это вот про христианство. Вот так. Беда в том, что сегодня издатели, точнее, не совсем сегодня, а последние, наверное, лет 15-20, очень сильно перекосили спектр издаваемого в область вот такой вот фэнтезиатины. И проектов. Да, ну, и последние годы проекты. Это вот сталкер, это вот начинается одна тема и обсасывается, обкручивается вокруг неё всё. И это ведь формирует определённый вкус у читателя тоже. Так что сегодня ведь во многом, как не только в литературе, а вообще на рынке, не спрос рождает предложение. Говорят, о, мы издаём то, что читают. Они лукавят. Они заставляют читать. Может быть, у фантастов закончились сюжеты? Нет. Может быть, жизнь стал интереснее? Нет. Когда они произойдут? Они не закончатся, как жизнь не закончится. Пока жизнь не закончится, не закончатся сюжеты. Ну, фэнтезиатина, вот вы так брезгливо говорите, то есть это вот какой-то низкий жанр, нет? Нет, фэнтезиатина есть фэнтези. Нет, есть хорошая фэнтези, например, «Мастер и Маргарита». Это тоже фэнтези. Это классическая, наверное, фэнтези. То есть что такое фэнтези и фантастика? Разница. В своё время Роберт Шекли, когда его здесь у нас на Элите, спросили, в чём разница между научной фантастикой. Ну, научная фантастика сегодня, конечно, спектр шире этого понятия, чем было, допустим, там 40-50 лет назад. Его спросили, в чём разница между фантастикой и фэнтези, научной фантастикой и фэнтези. И он ответил великолепно, я всё время это цитирую. Он сказал, что научная фантастика – это литература о том, что в принципе может быть, а фэнтези – это литература о том, чего не может быть никогда. Сегодня у фантастики вот есть какая-то социальная функция, роль, не знаю, предупреждать, пугать, воспитывать, антиутопию? Кажется, что и у любой литературы всегда. Социальная – главная роль, наверное, сегодня в фантастике, пожалуй. Потому что если в 50-е, скажем бы, говорить о советской фантастике, в 50-е, 60-е годы, больше был уклон, конечно, в научную фантастику, но фэнтези у нас вообще не издавали в советское время практически. Это было как бы под запретом. Это, кстати, ещё и во многом объясняет то, что когда сняли запреты, в пересву, хлынуло, пятая волна. То есть хлынуло это всё, потому что это вообще, мы не видели фэнтезийной литературой в основном. 83-й год, где течение у Фламинго, Крадивина, чистая фантастика. И в ночь большого прилива. Но это мало было. Волшебник изумрудного города – это тоже фэнтези, вообще-то, можно сказать. То есть научная фантастика, она уступает по популярности однозначно фэнтези? Все истории про роботов и так далее, так далее? Нет, наоборот, скорее. Она не уступает, это сделали так издатели во многом. Вы понимаете, издателям последние 20 лет им нужен был поток, вал. А фэнтези писать проще. Выдавать фэнтези гораздо проще, чем сделать нормальную, грамотную научную фантастику. Или просто фантастику. Научную фантастику, да. Научную, назовём так. Научную будем называть фантастику, которая рисует мир, построенный на реальных законах физических. А фэнтези – это то, где присутствует магия. Так вот упрощённо, если сказать. А вы в каком жанре пишете? Фантастика социальная, то есть утопия, антиутопия, киберпанк, фэнтези тоже пробовал частично где-то. Также то, что называется космогоническая фантастика, вот как у нас этот термин мы на элите продвигаем, как некое новое направление такое. Вот, ну, собственно, вообще, если говорить о жанрах, мне кажется, они все остались, они все присутствуют в той или иной мере, то есть все жанры под жанрой фантастики. Просто они меняются, то есть под воздействием… Вкус окружающей среды. Да, окружающей среды и как бы… Ну вот в чём, Наталья, подключайтесь, в чём ваша миссия как писателей, зачем вы пишете книжку? О, ну я-то стараюсь понять, чем люди отличаются от нелюди, и где люди, и где нелюди. Я, собственно, все книжки об этом и пишу, пытаясь в этом разобраться. А что значит «люди» и «нелюди»? А вот это-то я и пытаюсь понять. Человек и нечеловек. Человек близка? Ну, к сожалению, да. Я бы хотела, чтобы она не была близка, но, к сожалению… Сейчас время такое. Ну, то есть это такая вот исключительно ваша история, вы пишете для себя, пытаясь разобраться вот в каком-то своём вопросе. Ну, я хочу, чтобы почитатели задумались об этом, о том, что же такое человек, и надо ли всегда быть человеком, или, может быть, иногда стоит отойти от этого, или ни в коем случае нельзя отходить. Вот это вот вопрос для меня важный. Вообще, если говорить о так называемой шестой волне, то есть она же цветная волна, то есть моё поколение там чуть постарше, 90% авторов, они являются полупрофессионалами, то есть они сейчас профессиональных авторов среди молодого поколения, то есть тех, у которых это основной вид деятельности, их прочтение осталось. То есть, если говорить о судьбах, да, фантастики, как вот было заявлено, то есть всё это уходит в разряд какого-то хобби, то есть хобби или дополнительного вида деятельности, но не основного, потому что, то есть, ну... Понятно. Какова дальнейшая судьба? Заработать невозможно, он заработает сегодня очень трудно, литературным трудом, чтобы жить только на эти заработки. И, видимо, грядёт такое время, когда будет практически невозможно. Потому что если, ну, столько зарабатывать, сколько зарабатывают, допустим, и зарабатывали Лукьяненко, Головачёв, такие вот авторы... Ну, так, ну и тоже зарабатываете. Мало кому удаётся. Ну, я-то же замужем, на минуточку. А, то есть это не... Книжки не кормят семью? Нет, 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 ни в коем случае. Муж кормит семью. Нет, единицы могут жить, ну, конечно, что понимать под жить, потому что кому-то, может быть, хватает, там, заработка 15 тысяч в месяц в среднем, а кому-то и 100 не заработок. Ответьте, Алексей Ильичин спрашивает, какова дальнейшая судьба фестиваля элиты? Ну, пока будет существовать. Будет существовать? Я думаю. Но он давно уже существует, выживает. Потому что, ну, очень сложно, очень сложно, прежде всего, финансово. Вот в 2008 году я вроде бы вздохнул, когда Дмитрий Витальевич Бугров стал, в седьмом ещё он стал ректором УРГУ. И, естественно, это, ну, его отец Виталий Иванович Бугров стоял у истоков элиты, один из основателей её, можно сказать, фестиваля элиты и премии. Но, значит, Дмитрий Витальевич подключился, было всё очень здорово началось. То есть мне казалось, что уже есть платформа, на которой элита может стоять, эту УРГУ. И потом началось это объединение в УРФУ. Естественно, значит, там стали просто другие проблемы. Дмитрий Витальевич продолжает помогать. Ну, конечно, так как в 2008 году университет пока элиту не поддержал вот настолько. Спасибо. Завершая наш разговор, Сергей Милович, что бы Вы назвали завещанием Стругацких, ну, вот помимо того завещания в юридическом смысле, которое уже вскрыли, согласно которому состоится прощание в пятницу в Манеже, после чего, Борис Анатольевич... Вы имеете в виду завещание юридическое или завещание их философское? Завещание идейное, завещание философское, как и писатель, и всем нам, вам как писателям, последовательно, нам как читателям. Сначала напомним о завещании юридическом Бориса Анатольевича. В пятницу состоятся его, значит, прощание с ним, затем кремирование, и затем его прах развеют с вертолета над Пулковскими высотами, на которых стоит Пулковская обсерватория, в которой Борис Анатольевич работал до самого последнего времени, пока, значит, не заболел. И это, значит, он вслед за старшим братом так поступил, поскольку тоже по завещанию Аркадия Анатольевича тоже кремировали, я был на прощании с ним в Донском монастыре, и развеяли его прах с вертолета над Москвой рекой, не над городом Москвой, а за городом, на природе. То есть нельзя говорить, что его прах осел на эти крыши грязные, нет, он в чистом лесу, чистом поле. Вот, это так юридическое завещание. Я думаю, это потому, что они не хотели, они всегда говорили, не сотворите из нас кумиров. Они не хотели, чтобы люди затаптывали их могилы. Ну, правда, у Аркадия Анатольевича к чему это привело? На следующий год, в первую же годовщину его смерти, Елена Ильинична, вдова его, жена его, не смогла выйти из квартиры. Звонила соседке, чтобы та, значит, посмотрела, в чем дело. Оказывается, лестничная площадка на проспекте Вернадского, квартиры, где жил Аркадий Анатольевич, завалена была букетами цветов до потолка. Дверь просто не открылась. Но это еще и родственников обезопасить. Так вот, сегодня я прочитал в интернете сообщение, что обсуждается вопрос назвать именем братьев Стругацких улицу в Питере, в Санкт-Петербурге и повесить там мемориальную доску. Так, может быть, хотя бы эта доска будет единственным местом во всей стране, во всей России, куда почитатели братьев Стругацких могут прийти положить цветы. И я бы еще хотел сказать вот, что вот сейчас вот пришло буквально. Екатеринбург очень опережает города России по количеству городских памятников. У нас есть памятник Генни Букину, Майклу Джексону. Слушайте, ну мы можем стать первыми в России, которые поставили бы памятник не только Владимиру Высоцкому, но и братьям Стругацким. Почему нет? Замечательно. Вот на этом призыве... А насчет философского завещания я хочу напомнить всем, почитайте, перечитайте хищные вещи века. Вот к чему мы пришли, о чем они предупреждали еще 40 лет назад. Это буквально пророчество. Это буквально пророчество. Борис, ну вот скажите, как сотрудник прекрасного муниципального учреждения столицы Урала, расскажите, возможно такую малую архитектурную форму? Возможно. У нас сегодня как раз состоялось жюри очередного конкурса малой архитектурной формы города Екатеринбурга. И в принципе новый, ну сравнительно новый, он не так давно, Сергей Петрович Мямин, заместитель главы администрации по архитектуре и градостроительству, он как раз говорил о том, что сейчас появляется возможность как-то реализовывать те вот проекты, которые у нас побеждают на конкурсах, которые не так много реализуются. Ну вот кроме улицы Вайнера и в 2006 году пока нигде. То, наверное, вот стоит... Ну вы можете как-то посодействовать и пролоббировать? Я думаю, можем. Вот так, договорились. Я думаю, можем. И постараемся. Договорились на этой замечательной конструктивной ноте. Я скажу спасибо большое, что вы нашли время и к нам сегодня присоединились. Попрощаемся со зрителем и уступим... Ради такой темы нельзя было не прийти. Спасибо вам большое. Уступим место следующей программе. Мы это забираем с тобой.